Ваше время пришло. На сегодняшний день можно отследить три направления толчка для роста цен на рынке недвижимости Казахстан в сфере жилищных отношений, в сфере строительства жилья для доступного потребления. Первое – это формирование стоимости квадратного метра на жилье первой, второй, третьей категории. Это элит, бизнес и комфорт-класс, стоимость квадратного метра у которых с каждым разом повышается ввиду следующих объективных причин. Первая причина – это зависимость от курсовой разницы, которая на сегодняшний день существует. Из-за этого складывается стоимость квадратного метра. Это закупка импортных стройматериалов, потому что для того, чтобы сформировать стоимость квадратного метра и построить данные виды недвижимости, от первой до третьей категории необходимы приобретение импортных материалов, развитие зеленых технологий и так далее, цифровизация. А это все не обеспечено казахстанским содержанием. Это все закупается за рубежом. Это первое направление в плане стабильного повышения стоимости квадратного метра в рамках разницы отношения курса тенге к валюте. Это объективная причина, я считаю. Второе направление – это большое внимание, которое на сегодняшний день уделяется государствам в сфере субсидирования ставок ипотечного кредитования. Почему мы говорим, что это, возможно, тоже дает толчок к повышению стоимости квадратного метра, можно даже сказать необоснованно. Почему? Потому что первый кризис, который был мирового, это были последствия ипотечного кризиса. Это на самом деле, как вот Азюкев сказал, что использование дешевых денег на мировом рынке, оно большим комом отразилось на получении максимального завышенного коэффициента стоимости квадратного метра. В этом плане мыльный пузырь рухнул и стоимость грохнулась в разы чуть ли не на половину, на 50-70%. В этом плане хорошие программы, которые были внедрены государством для стимулирования, во-первых, строительной индустрии, во-вторых, на улучшение жилищных условий граждан Республики Казахстан. Это установленная ставка кредитования, субсидирования от 3 на сегодняшний день до 10% это первичное жилье и до 14% это в зависимости от операторов программ на вторичное жилье. Массовый оборот данных денег, субсидированных, на самом деле он стимулирует, да, это надо отметить, это стимулирует рынок и стимулирует активность рынка недвижимости. Но надо предусматривать моменты, то что есть слой определенных застройщиков, которые могут данные хорошие, не то что начинания, а внедрения дополнительных инструментов для приобретения недвижимости, им давать возможность увеличения стоимости квадратного метра продажной стоимости. На повышение еще что действует? И на сегодняшний день третий основной вопрос, который на сегодняшний день волнует всех казахстанцев это влияние пенсионных излишков на стоимость квадратного метра. На самом деле после того, как была анонсирована данная программа и анонсировано количество денег, которые предусматриваются для вливания в рынок недвижимости порядка 1 триллиона 400 миллиардов тенге, это колоссальные деньги. Вот эти деньги, они на самом деле на сегодняшний день пойдут и на приобретение жилой недвижимости, в том числе на приобретение земельных участков и на покрытие кредитных обязательств граждан Республики Казахстан. На сегодняшний день на рынке Республики муссируется вопрос о повышении стоимости квадратного метра и существующий ажиотаж. На самом деле он есть. И данный ажиотаж подтверждается теми площадками, ресурсами, на которых производятся сделки купли-продажи и анонсируется рекламное объявление. Даже на самом распространенном портале Крыша уже есть сводные данные о том, что за последний месяц стоимость квадратного метра от предыдущей заявленной в декабре месяце разнится на 10-15%. Это называется спекулятивный ажиотаж, который хотят получить определенный, я не говорю, что там все участники рынка недвижимости, которые продают определенные слои, которые заинтересованы воспользоваться данными хорошими направлениями, которые государство на сегодняшний день умеряет, и, как говорится, получить с этого маржу. На самом деле надо сделать упор и в информационном пространстве, на самом деле, разъяснять жителям, участникам рынка недвижимости, что данный ажиотаж, он будет первым, как говорится, всплеском, он пройдет на самом деле, потому что ажиотажи проходят, а рыночные отношения, они всегда как бы показывают настоящий уровень.